Дискование Вот С последующим Когда-нибудь Выравниванием Культивацией И затем посев Либо Селками Прямого посева Либо если почва раздела Достаточно по-божески То можно применять И селки Обычные рядкового посева Ну дискового Так скажем Наклонения Эта технология прижилась Правильно Ольга Юрьевна говорит Что Дешевый способ Быстро Отрезали Верхний слой От нижележащей влаги Потому что Вот комбайн с поля ушел У него На поверхности Остается не менее 18% влаги То есть это достаточно Для того чтобы Вышли оптимальное окрашение Достаточно для того Чтобы прорастали сорняки Культурные растения И так далее Вот нужно сохранить Этот запас влаги Который есть после комбайна Поэтому Сразу же конечно Отвязают дискование Вот этот верхний слой Сколько там 10 и 8 сантиметров Отрезают его И Нижележащие запасы Влаги защищены А верхний Он все равно идет Уже кажется На Но Если уж такая технология Принято То Нужно не давать О том что Даже Те неровности Поверхности Которые находятся Под покровом После дискования Они Увеличивают Площадь испарения И довольно сильно Если мы Имеем Прямой стул И имеем Буквально Шиферный Шиферный Да То естественно Поверхность его Испарения выше И Диффузионное Все равно происходит Каким-либо образом Конвекционное Все равно Каким-либо образом Даже На конфекционном Испарении Все равно Площадь испарения Она имеет значение И поэтому Приводит к потере Влаги Поэтому Вообще Если применяем Дисковые бороды То сразу Нужно После первого Дискования Не дожидаясь Никого И ничего Сразу Обрабатывать Почву Тяжелыми Культиваторами Чтобы выровнять Дно борозды Это основная Задача Дно борозды Должно быть Выровнено Желательно На глубину Посева Может быть Чуть больше Лучше Чуть больше Допустим На те же 8-10 Сантиметров Вот Потом В технологии Должно Применяться Такое Избитое Избитое У нас В обиходе Словосочетания Как культивация Культивация Мы с вами Понимаем Ее Уже привыкли Нам В последнее время В последние лет 20 Привыкли Что культивация Проводится С целью Борьбы С сорнов И растительным На самом деле Это не так Культивация Это значит Создать Какие-то условия Культивировать Какую-то культуру Для того Чтобы ей лучше Жилось Лучше Приживалось И так далее Вот любая культивация Любой Средчатой лапой Приводит К повышенному К изменению Крашения Верхнего слоя Почвы Причем На культивации Это происходит Таким образом Что Из верхних слоев Почва Просыпается В нижние Лежащие слои Которые находятся За пределами Лапы И таким образом Если мы Несколько культиваций Проводим Мы Собираем Более мелкие частицы Почвы Все больше В большем количестве И когда мы делаем Пассивную культивацию 6 до 8 сантиметров То у нас последняя Значит почва Осыпается В глубину 6 до 8 сантиметров Почему я бы Нам так подробно Говорил Дело в том Что Так устроена Почва Так Господь Бог Управил Что Вот частицы Почвы Которые находятся В пределах От 0,5 Ну до 1,5 1,7 До 10 Миллиметров Они являются Той структурой Почвы Которая Имеет Наибольшую Полевую Влагоемкость Имеет Оптимальную Объемную Массу Находящуюся В 1,1 1,13 Сотых Гравностей Которая Является В свою очередь Оптимальной По своему Физическому Состоянию Для прорастания Семян Азимой Пшеницы Но и Кроме этого Дело в том Что Вот почва Это живой Организм И если она состоит Из таких Вот структур Она способна Усваивать Влагу почвы И из воздуха И накапливать И содержать И так далее Если почва Вы знаете Высыхает Меньше 7% Она впадает В анабиоз Она не погибает Но впадает В анабиоз То есть Никакие процессы Биологические Не идут Если почва Состоит Вот из таких Почвенных структур Выше Там 0,5 И до 10 млн Она способна Накапливать Сама себя Регулировать В свой Воздушный режим Вводный режим И поэтому Там биологические Процессы Будут более активны Вот И задача Любого Любой Почвообработки Любой Культивации Что бы мы С вами Не делали Каким-то Образом Активизировать Подачу Воздуха Вот в этот Верхний слой Это второе Наклонение Так скажем Культивации Верхний слой Обрабатываем Мы Вообще Аэробные Процессы Идут На глубине Ну до 4 До 3 Сантиметров Если почву Не трогать Вот Если мы С помощью Культивации С помощью Любого Другого Увеличиваем Эдотариол Обитания Аэробные Бактерии Естественно Мы с вами Привлекаем Больше количества Воздуха Как говорил Предшественник В воздухе Азота Очень много Вы знаете Например Что Кубометр Азота Весит 1 килограмм Да То есть Кубометр Воздуха Весит 1 килограмм В нем 72% Азота Вот 720 граммов Такой Сокровометрии Разместите Его В верхнем Слое Почвы И Этот азот Будет Усвоен С помощью И препаратов Да С помощью Препаратов Он будет Уходить За спирилем Это бактер Да 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 Мы с вами Вот Поэтому Вот Почвовработка Она Любая Почвовработка Предназначена Сначала Для того Чтобы Получить Оптимальную Структуру Почвенного слова А потом Борьба С сорной Растительностью Еще что-то Еще что-то Хотя Все Важно Так скажем Все в комплексе Важно Много лет назад Порядка 30 лет назад Вот такие опыты Проводились В институте В Нептимест Он назывался В Зернограде Затем На Северо-Кавказской Мышленностатной станции И на Северо-Кавказской Мышленностатной станции Было поставлено Производство Орудия Комбинирован Агрегат АКП-2,5 Который за один проход Производил Послойное Рыхление Почвы Добиваясь Тем самым Того Чтобы за один проход На глубину посева Уже Был сформирован Посевной слой Вот Потом Были сделаны Агрегаты АКП-5 Одесса Их нужно было Тщательно настраивать Потому что там Выравнивающие устройства Там нужно Правильно настроить Глубину Нужно Чтобы было Оптимальное Правильно настроить Каток Чтобы было Оптимальное Окрашение Вот И Рядом Состоит дисков Брат Любой человек Сразу возьмет Дисковый брус И начнет Дисками работать Никогда не будет Комбинированными Агрегатами Вот Сегодня У нас С вами в области Есть В Ростовской области Есть завод Который эти Комбинированные Агрегаты Делает Причем Делает их На современной Уже основе Используя Те рабочие органы И зарубежного Плана И нашего Отечественного Который Позволяет И снизить По сравнению С АКП С Комбинированной Грязью Позволяет Снизить Энергоемкость Этого процесса И в то же время Получить Оптимальное Окрашение Почвы За один проход Вот Делается На Вернеградском РТП Рядом Василий Иванов Что-то Поподробнее Расскажет У меня В принципе Все Который Позволяет За один Проход Выполнить Четыре Технологических Операции Это поверхностное Рыхление С помощью Дисковых Рабочих Органов Плоскорезное Рыхление Которое Позволит Впоследствии Получить Ровное Дно Борозды И Опустить На дно Борозды Разъемно Опасные Частицы Которые Затем Благодаря Свойствам Наших Черноземов Скоагулируются И восстановят Своё плодородие Затем Выравнивающее Устройство Которое Заделывает Что-то говоря След от Прохода Стойки Рабочего Органа Потому что Любая стойка Имеет Свойство Разваливать Борозду Здесь Собирает Все Заравнивает Так сказать И Впоследствии Установлен Каток Который И выравнивает Почву И Прикатывает Верхний слой Почвы Таким образом Выполняя Опять же Две функции С одной стороны Он уменьшает Плодность Обработанного Слоя И уменьшает Диффузиозное Испарение Влаги Вот И Разрыхляя Верхний Слой Обработанной Почвы И уплотняя Его Он уменьшает И конвекционное Испарение Влаги То есть Машина По своей Сути Является Машиной Которая Не только Готовит Почву Подозиму Но и Консервирует Оставшиеся Запасы Влаги В нежележащих Слоях Более Эффективных Орудий На сегодня Не существует И Вот Именно Эта Идея Идея За один Проход Подготовить Почву До пассивных Кондиций И Законсервировать Остатки Влаги В такой Засущенный Период Что представляет Из себя Этот агрегат Какие там Рабочие Органы Этот агрегат Представляет Собой Диски Которые Работают На глубину 5-7 Сантиметров Это Гладкие диски Это Гладкие диски Это Первый Ряд Затем Идут Плоскорезы Которые Регулируются На глубину 10-12 Максимально На 14 Сантиметров После И них Идет Выравнивать Эли Дисковая Для того Чтобы поверхность Почвы Была Горизонтальная И затем Идет Коток Который Измельчает Верхние Все Крупные Фракции Вот Мы проводили Опыты В Краснодарском Крае Получились Положительные Результаты Эта машина Дала Вот Во-первых Снижаются Затраты По Обработке Почвы Если Дискование Один слой Берет Топливо Расход Примерно Такой же Как Это Орудие Но Дисками Дисковой Дисковой Бараной Дискаторами Нужно Обрабатывать Обязательно В два Следа Иначе Это То Что Вы Рыли Будет Шифер Дисковой Какой Недостаток Орудия Нельзя Использовать Орудия На повышенных Скоростях То Что У нас Как правило Делается Если Вы Видели Внимательно Ну Это Агрономы Должны Больше Смотреть Когда Работает Дискатор То Идет Очень Сильное Измельчение Почвы Все Это Вы знаете Пыль Идет Там Дальше Некуда То Почвообрабатывающий Комбинированный Агреат Нельзя Использовать На скоростях Выше 12 Км Час Это Максимальная Скорость Иначе Не будет Как Сказал Геннадий Алексеевич Осыпания Мелких Фракций На дно Обрабатываемое И он будет Просто перемешан Так оно Сохраняется На Внизу На обрабатываемой Вот Слои И вверху Крупные фракции Точно так же Из Стерневая Масса Но Она не вся К большому Сожалению Уходит Вниз В обрабатываемую Часть Остальная Есть Которая Остается Наверху Иногда Это Смущает Агрономов Сельхоз Производителей Но Это Не дает Большого Испарения Влаги И затем Начинается Вот Температурный Режим О котором Вы говорили Мы мерили Он резко Ниже Уже В обработанном Слое Через день Через два Нежели Обработанные Дискаторами Вот Мы получили Урожайность Делали Мы опыт Я повторяю С дискатором Обрабатывали Вспашкой Обрабатывали Все технологии Да И обрабатывали Вот послужно Геннадий Алексеевич Присутствовал Потом Авторы Разработки Нептимес Присутствовали Мы получили Урожай Ну Самый высокий Получился При вспашке И В нашем Случае Естественно Самый эффективный Результат Получился В денежном Выражении Это обработка Комбинированным Агрегатом И Качество зерна Было Гораздо Выше Нежели Вот В тех В тех Двух Обработках Ну Вот Вся Причина Вот Я понимаю Наверное Вы так Понимаете Всем Часы Обработать Быстро Найти Какие-то Препараты Моментально Все это Использовать Вот Для того Чтобы Получился Эфир Ну Не всегда Это так Просто Получается В моем Понимании Вот Не зря Сказал Я Я тоже Читал Что Дисковые Орудия Вот В Канаде Там И прочих Они запрещены Да Они серьезно Влияют На Фильтрацию На Фильтрацию На Влияют Ведь Мы все знаем Через два Максимум Три Года Обработки Нужно Обязательно Делать Глубок Рыхление Иначе Там Уже Все Твердая Поверхность Получается Плохо Проникает Туда Влага И вообще Происходит В верхних Слоях Вымокание Даже Происходит Почва Вот Такой Агрегат Мы Делаем Да Еще раз Повторяю Плохо Не проживается Ну Он Интересный Агрегат Мы Делаем Культиваторы Разных Видов Мы Делаем Культиваторы До 14 Метров Захватом Которые Пользуются А вот Агрегат Этот Я Сегодня Посмотрел Послушал Конечно Если Сделать Даже С учетом Одновременного Внесения Наверное Эффект Будет Гораздо Выше Но Несколько Медленнее Обработка Идет Потому Что Нельзя Не потому Что Машина Не может Нельзя Обрабатывать По агроусловиям Потому Что Не получится Того Эффекта Но Большому Сожалению Еще раз Повторяю Всем Хочется Это Очень Быстро Сделать Но Тем Не Менее Вот Присутствуют Агрономы Вот Ну Я имею Специалисты В Этой Области Хотелось Чтобы Этот Вид Обработки Был Востребован Он Был Востребован И Его Внедряли Еще В начале 80-х Годов Внедряли При помощи Коммунистической Партии Да Но Потом Как-то Все Хочется Быстрее Но Быстро Вот Даже Диском Я сказал Это Вроде Быстро Обработано Но Надо Два Раза Обработать Этим Один И После Обработки Комбинированного Ряда Мне всегда Требуется Культивация Уже Обработана Как у ДНС Да Бывает Если Там Будут Прорастать Церкви И прочее То Тогда Да Ну И В заключение Хочу Сказать Выполняемые Нами Работы Которые Мы Изоталием И Культиватор Очень Много Изоталием У нас Эксплуатируется В 17 Регионах Российской Федерации Но Вот Добавлю То Что Мы Выполняем Все машины Изоталием И в том числе Комбинированных Исключительно На отечественных Материалах У нас Импортных Изделий Комплектующих Импортных Вообще Не надо Да Нам не нужно Это Мы Изоталием Сами Для АПК И рабочих органов И какие Мы изоталием Сами Вот Они Не дороже Сейчас Есть Даже Тенденция Вот В связи С Ну Невозможностью Поставки Запасных Частей Ну Затруднение Можете Я не совсем Так Говорю Многие Так назовем Сильные Хозяйства Ростовской Области Закупают Культиваторы Простой Схемы Четырехметровые Огряденные Культиваторы Для того Чтобы Проводить Первичные Обработки После Уборки Там А потом Уже Использовать Импортную Технику Для Предпоседания И так далее Причем Еще раз Повторяю Это Покупает Хозяйство Которое Денег Не считают Да У них денег Очень много Они Очень хорошие У них Показатели Экономические Но Они Смотрят Дальше Наверное Скорее Всего Да Ну И потом Иногда Вот Знаете Как Не всегда Будет Правильно Если Мы Говорим Что Отечественное Производитель Только Мы Вообще Отечественное Производитель Мы Вообще Уже Ничего Не умеем Это Неправильно И так Нельзя Говорить Дело Вот Чем Мы Наблюдаем Всю Первичную Обработку Которая Очень Сложная Для Культивации Когда Это После Спашки Там Выбой Все Возможно Все Используется Как Правило Машины Отечественного Производства А потом Уже Импортное Понимаете Как Вот Туфли Одни На работу Ходить Другие На танцы Там Или Куда И мы Тогда Говорим Что Это Лучше И Качественнее Служит И так Далее Это Как Бы Вот Эмоции Но Это Факт Но Это Факт Понимаете В большом Сажире Факт Ну И Я Не знаю Вовремя Вовремя Я Хотел Очень Поблагодарить Вас Что Вы Нас Прогласили Кто Нас Проглашал Сюда На Это Совещание Я Очень Много Слышал Мне Очень Интересно Много Было И Скорее Всего Вот Нужно Применять Метод Одновременно Внесения При культивациях При обработке Внесения Вот этих Всех Препаратов Вот Наша Препарат Ну Вообще Вот Умной Возвращение Вот Если Ваш Косток Скоростных Режимов Вот Если Кто Нибудь Знал Представить Вот Инженеры Понимают Что Вся Геометрия Рабочих Органов Создавалась В 1907 Году Когда Была Это Были Два Товарища Николай Второй И Горячкин Вот Они делали Опыт У себя Проводили Там В хозяйствах И выбрали Эти углы Раствора Углы Подъема Лопы Ничего Ж не Поменялось Ничего А мы Загоняем На скорость 12 Кастров 14 А там Что Он уже Не работает Уже Совсем Фонтанирование Сопротивление Растет Вот Не зря Многие Хозяйства Знают Я Допустим Вы взяли Дисковую Севку И сеете На скорости 12 14 Км Трактор Идет Идет Конечно Скорость Высокая Хорошая Ребята Посеете На скорости 8 Км И убедите Что урожай Урожайность Будет Выше Центеров На 10 Потому Что Другая Компактная Заделки Другие Углы Вхождения В почву Все Это Нужно Учитывать Разброс Семян И так Да Это Много Факторов Свеклы Почему 6 Км Дозерновые Есть стандарт Есть скорость Один Американец К нам приезжал На посевку Кругл Как увидел Руками Машет Нельзя 5 км Не больше 5 Василий Иванович Скажите пожалуйста Про агрегат С какой шириной Захвата Он Выпускается Он может Выпускаться От 4 6 Восьми Это В зависимости От тебя Усилия Трактор Это Какой трактор К нему требуется Любой От 3 тонны И выше Сколько Какой расход Топлива Точно Сказать И правильно Я понимаю Что таким Агрегатом Можно почву Обрабатывать Каждый год Один раз Обрабатываешь И все Литров 15 Нет Не 15 Дело Не в 10 Телеграм Да Не Зачем У нас Расход Там совсем Ну мы Дамерили В килограммах Там у вас Ну да Ну сейчас Он может Для 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 Любой ли Почвы Подойдет Еще Геннадий Алексеевич Ну Для наших Почв Для Кавказских Чернозем Чернозем Как их Сейчас Называют Обыкновенный Чернозем Обыкновенный Русский Вот Смотрите Значит Раз Вот топлив У нас 7,9 Был Да При Дисковании 6,7 Ну это Это Килограмм Килограмм Что Килограмм На Гектар И 7,9 Но Нужно Продисковать Дважды Это Будет 13,4 И 7,9 Ну и Приспашки Там Совсем Гораздо Выше 16,5 Там В зависимости От Добеда Если Почва Глинистая Пойдет Или Придат Если Требования Ко Влажности Вот Этого Будет Ура Ну Мы Так Он Пойдет По Любой Дисков Дисками Будет Разрушать И Все Потом Плоскорез Идти Будет Ничего Там Страшного Не Будет Измельчение Большое Будет И Катком Будет Измельчать Ну Фракция Естественно Конечно Когда Влажность Выше Измельчение Фракция Будет Мельче А Когда Будет Засух Фракция Будет Катком Ну Но Не Так Сильно Влияет На Силая Потому Что Дело В том Что Вот Мы Работаем Стараемся Испытывать Всю Технику При Влажности Оптимального Окрашения То Мы Не Опускаемся Туда В 19 Процентов Положено Вот Спелая Польша С 18 До 24 Вот Мы В этот Период И И И И А 18 24 Это Комбайн С Ушел Там От 18 До 24 Мы Начинаем Работать И Любая Почвовармотка Так Оптимальное Окрашение Менее Связанное Собой Структуры Почвенные Лучше Крошаться Не Так Пылят И Далее Вот Еще Пыль Уточню Вы Обратили Внимание Презентации Ольги Егорки Про Пыль Которая Вызвана Дисковыми Уронами Можно Сказать Что Не Менять Такой Комбинированный Агрегат Мы Можем Избежать Пыльных Бурь Нет Про Пыльные Бурь Это Совсем Немножко Другое Пыльные Бурь Это Уже Зависит Больше Тоже Можжневные Кулисы Все Остальное От Системы Земледелия Ведь Вот Нужно Просто Знать Основное Правило 14 Метра В секунду Наши Черноземы Подвержены Подъему Воздух Все Вот 14 Метра В секунду Если нет Если Она Не Защищена Почва Если Она Не Связана С терней На ней Ничего Не Растет Она Начинает Мелкие Частицы Больше 25 Мм Начинает Подниматься В воздух Если Экспозиция Воздушного Потока Высокая То Она Начинает Разрушать Соседей Частицы И Возникает Так Назаваем Ветровая Эрозия Но В основном У нас Сейчас Явление Редкое Потому Что Очень Большой Клинозим Хорошая Облесенность Месополос Они Действующие Все Хорошо Присочетание Определенных Факторов Поднимает И Поднимает И Все Которые Образовались В результате Диспергирования И И И И И И И И И Чем И И Чем Быстрее Они Поднимутся Вот И Все Больше Вероятно Что Их Больше Поднимется Просто Дель Меньше Поднимется А Больше Поднимется Поэтому Конечно Дисковая Оборона Просто Ульга Юрьевна Правильно Мы Когда-то С ней На каком-то Занятии По-моему Где-то В области Здесь Показывали Этот пример Хорошо Ульга Юрьевна Там проводила Целый опыт Она Делала Профиль После Прохода Этих Дисков Многократных Там Было Видно Как Верхний Слой Коррневая Система Азиевой Пшеницы Не шла В глубину Она Оставалась По 10-20 Сантиметрах И все На кадре Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Казахстан